Друзья, всем привет! Рад видеть вас на своем канале. Сегодня разберем Катюшу в уже достаточно сложном варианте. Кстати, если вы еще только начинаете играть на аккордеоне, сначала разберите ее в простом варианте. Ссылка на мой разбор появится сейчас в верхнем углу вашего экрана. А сейчас вариант для более матерых музыкантов, аккордеонистов. Я сделал, собственно, аранжировку, напечатал ноты. Именно по этим нотам сейчас сделаю вам разбор. Сначала покажу, как финально звучит Катюша на аккордеоне в этой аранжировке, а после разберем отдельно руки и соединим их вместе. Поехали! Для начала небольшой, краткий музыкальный анализ того, что будем разбирать. Анализ Ре минор. Приключил у нас знак Си бемоль, значит все ноты Си будут на полту на ниже, черные бемоли. Будет движение и четвертями, и восьмыми, и даже шестнадцатыми. Поэтому разбивать будем счетом на 1 и 2 и, кстати, размер 2 четверти. И для удобства будем считать 1 и 2 и для начала обучения. После можно переходить на 1, 2 и вовсе на 1, как и довольно хорошо, в своете музыкальный материал. По структуре. Здесь вступление, куплет и припев. Стандартная Катюша, ничего нового. Просто вступление, куплет и припев. Поехали разбираться с частями, руками и снять их вместе. Что ж, правая рука, вступление в Катюши. Начинаем с сексты Ля Фа. Ля первой октавы, Фа второй октавы, первым, пятым пальцем. Ля Фа. Потом последняя восьмая в этом такте нота. Фа меняем на Ре третий пальцем. Дальше терция до Диас ми, вторым, четвертым. И последняя восьмушка, вторым пальцем нота до Диас. В третьем такте Ля ми бемоль первым, четвертым пальцем. Ми, Ре. Пятым пальцем до Бика, четвертым пальцем. И пришли в терцию соль си Бика, вторым, третьим пальцем. Си Бика поменяли на Ре, пятым пальцем. Восьмая пауза. Терция соль си Бика, вторым, четвертым пальцем. Восьмушка соль. Фа Ля терция. Первым, третьим пальцем. Последняя восьмая, пятым пальцем Ре. Дальше до, си Бика, ля. Ми пятым пальцем пришли в ноту Ре. Восьмая терция, Фа Ля. Вторым пальцем пауза. Фа Ля. Пауза. Фа Ля. Пауза. Соль си Бика первым, третьим пальцем. И то же самое, еще раз. Фа Ля. Фа Ля. Фа Ля. Соль си Бика. Вместе со счетом. Раз и два. И раз и два. Левая рука, вступление. Тональность Ре минор во всей песне. И поэтому так же будем начинать с Ре минора. Чередованием басов с верхним басом. Сначала Ре минор. Минор. Дальше бас Ля. Ред минор от Ре. В следующем такте Ля септаккорд. Четвертым пальцем с косок. Смагазь на ля до диез. Септаккорд от Ля. Дальше Ре септаккорд. Фа диез в мигAbsем пауза. Септаккорд от Ре. Вниз на соль. Мажор. Третьим пальцем бас ля. И четвертым пальцем мажор от соль. Теперь у нас соль минор, пятым пальцем вниз си бемоль, минор от соли, снова ре минор, бас ля минор от ре, ля сфетокорд, бас додис, сфетокорд от ля, ре минор, бас ля минор от ре, ре минор, соль минор. И опять Ре минор, Ля минор от Ре, Ре минор, Соль минор. Соединяем вместе обе руки. Сначала Ля Фа правой руки вместе с Ре минором. Бас, Ля с аккортом нота Ре. С До, Диес, Ми, Ля с Атаккортом. Бас, Диес, Атаккортом нота, Диес. Дальше. Бас, Аккор, Бас, Фа, Диес, Атаккортом, Ре. Теперь Соль, Си в левой руке, Соль мажор. Соль, мажор, с нотой Ре, Ре, мажор, Сол. Бас, Соль в паузу, с аккордом будет Соль, Си мемоль в правой руке. Бас, Соль, с аккордом Соль, Си мемоль. С аккордом Соль, с фаля в правой руке, Ре минор. Бас, Ля с аккордом от Ре, нота Ре в правой руке. И Ля сабтаккорд в левой руке. Сабтаккорд, бас и нее, 16-ая, Си мемоль. И перешли в ноту Ре в правой руке вместе с Ре в левой. С аккордом Ре, бас с аккордом, бас с аккордом, фа-ля, с аккордом Соль-Си бемоль, с аккордом Фа-ля, бас с аккордом Соль-Си бемоль. Куплет правой рука. Начинаем с Ля-Ре, кварта в правой руке первым третьим пальцем. Ля будет тянуться целых три такта, поэтому верхушка мелодии только меняется. Поехали. Ля-Ре, четвертое Ми, пришли Фа пятым пальцем, Ре третьим пальцем, Фа-фа-гер. Ре, пришли в ноту Ми четвертым пальцем и четыре шестнадцатых. Ля-Си бемоль, додиеса Ре, пришли в ноту Ми пятым пальцем. На следующей восьмой добавляем Ля-Додиес внизу. Дальше ми меняем на фа Восьмушку фа Пришли в соль Ля додис все время держится Соль меняем на ми восьмую Теперь додис отпускаем Ля держится И соль, соль, фа, ми И четыре шестнадцатых И еще четыре шестнадцатых Сначала ре вторым пальцем Ля, си, додис Ре четвертым пальцем Ми, фа, соль, ля Как здесь запомнить? Нужно ре, четыре, четыре Четыре пальца и Четыре пальца Четвертым запоминаем Левая рука в куплете Сначала так, два такта Три такта даже ре минора Чедаванием с басом ля Минор, бас, ля, минора, тре Ре минор, бас, ля, минора, тре Ре минор, бас, ля, минора, тре Далее будет четыре такта Ля с абдаккорда Чедаванием с басом Додис, пугательным ряду И параллельно восьмушками. И параллельно восьмушками. На бас, на аккорд в правой руке. Можно, кстати, с такой аппликатурой. Но лучше по четыре. Потому что дальше он приходит чертый палец, он нам нужен будет. И правая рука в припеве. Четвертым пальцем нота ля, четвертый. На нее играем еще внизу. Получается так. Пятым пальцем нота ре. Третья октава. На нее играем фа си бемоль. Дальше четвертым пальцем нота до. Четвертым, на нее играем восьмушку. Фа ля первым вторым пальцем. дальше Фа диас Ре, вместе Ре меняем на до, сексты Ре Си бемоль первым третьим пальцем, дальше это же сексты Ре Си бемоль первым четвертым пальцем, Ре держим и 4 16 ля си ля соль, пришли в ноту Ля четвертым пальцем, Ре первым пальцем, 4 16 ля си бемоль, на соль восьмую, рэ все еще держится, соль меняем на ля все еще так с четвертым пальцем, последняя восьмая, нота фа, дальше ми вторым пальцем, ля первым пальцем, фа четвертым пальцем, ми, рэ, и дальше идет повтор. И когда мы идем на концовку, то мы играем, причем первый палец нота рэ, и на него накладываем еще аккорд по ля-ре, вторым, третьим, пятым пальцем, это будет конец. И дальше можно опять повторять вступление и играть снова куплет, припев. Теперь левая рука, левая рука, начинаем с рэ минора, бас, аккорд, пятым пальцем бас си бемо, через одну вниз от до, четвертым пальцем его мажорный аккорд, бас фа третьим пальцем, вторым мажорный аккорд от фа, вверх на рэ септ аккорд, вниз на соль, минор, пятым пальцем си бемо, минора, соль, ре, минор, пятым пальцем бас, вторым мажорный аккорд, соль, минор, опять бас си бемо, минор, соль, опять же самое, минор, бас фа минор, трэ, доминанта ля септ аккорд, до диез помогает, веру четвертым пальцем, с miro, до ля, и ре, минор, бас ля минор, трэ. Это когда мы идем на повтор и повторяем опять эту половину. Но когда мы идем на концовку, мы играем доминату, и бас ре, и на него четверть, на него добавляем еще четверть минорный аккор. Соединяем вместе припев, правой руке бас, нота ля, в левой руке ре минор, вместе с басом ре, ноту ля. Ля держим, накладываем терцию рефа в правой руке, вместе с аккотом минор, дальше си бемоль мажор в левой руке. В левой руке теперь фа мажор, правой руке нота до, и параллельно ре, те же правой руке, по две ноты правой руке налево, шестнадцатых, ре, те же правой руке, параллельно восьмую штуку. И дальше идет повтор. Ну, если не повтор, то звучит так. И концовка пришли в натуре в обеих руках, и добавили походу. На этом разбор закончен. В принципе, Катюша сама по себе небольшое произведение. Можно наворачивать сколько угодно, можно даже потом вариации сделать. Но сначала выучите простенькую Катюшу, потом выучите вот такую Катюшу, и можно будет эволюционировать и учить еще с разными вариациями. Из пожеланий прям проучите все руки со счетом. Это серьезно помогает и считайте вслух. Потому что если считаете про себя, то можете сфилонить и будете очень криво играть. Вслух вместе со счетом, не стесняйтесь этого. После можно добавлять руки, соединять их вместе очень медленно и считать тоже восьмушками. Как только почувствуете уверенность, можно считать только первую долю и вторую четвертями. Но когда уже начнете хорошо играть, можно выделять только первую долю. Тогда мелодия становится более развернутой, и у вас тогда точек опоры становится меньше, и вы меньше приседаете на них. Тогда вы начинаете играть довольно подвижно и интересно. Всем крутые и хорошие занятия. Пока!